Привет-привет! Меня зовут Станислав, вы на канале с Филином. Дамы и господа, да, я знаю, я две недели не выпускал видео, ну, потому что хотел отдохнуть. Хотел после работы не работать, потому что обычно либо я иду в школу, либо я делаю какой-то новый ролик. И я решил просто, ну, просто чуть-чуть отдохнуть, вот и все. И, кстати, после этого ролика я еще чуть-чуть отдохну, вот захотелось мне. Но почему я решил записывать еще один какой-то ролик про нашего знаменитого и любимого Игоря Портноя, или Портнова? Потому что этот человек уже обвиняет меня напрямую, что якобы я удалил его канал. Он говорит, что либо это я сделал, либо это вы сделали, вот, либо это сделали какие-то определенные хакеры. Я вам серьезно говорю, он, кажется, в это верит, я так предполагаю. Ну, я не знаю, что у него там творится в голове, всякое может быть. В этом видео, во-первых, я докажу даже самым ярым подписчикам Игоря Портнова, что этому человеку нельзя доверять. Я это просто вот сейчас. Я думаю, что даже если к нему кто-то придет, вы, может, скажете, что это определенная какая-то реклама. Ну, вы знаете, да, в этом есть какая-то определенная правда. Но если он хочет быть ютубером, вот, он когда-либо, рано или поздно, наберет определенное количество людей. И лучше сейчас вот всем показать, что это за человек, вот какая сущность этого человека. Просто взять и показать. И доказать, что он врет, врет и не краснеет. А в начале, в начале я вам хочу, дамы и господа, показать вообще пример, как проиграть любой аргумент или проиграть в дебатах. С ушлепком по имени Филин. Низкопробный чувачок. Негодяй. Чудила на букву М для ушлепка. И потом ушлепок позорище. Позорник ты. Плохо выглядишь, я тебе уже это говорил. Мешки твои под глазами, синие, вернее, круги и толстые ты. Есть люди, убежденные в правоте своих слов, а есть ублюдки. Неприятные и межзапакостные. Вот этот парень относится к такому разряду. Но у Филина очень большая стая. Он собрал птиц вообще безмозглых. Ну а теперь давайте уже посмотрим само видео, где Игорь говорит, что я удалил его канал. И он еще говорит, что он не уверен, кстати. Это важный, это важный, важный момент. Давайте посмотрим. Привет, друзья. Друзья, у меня интересная новость. Заблокировали мой канал на Ютьюбе. И мне очень интересно, я тут вступил в бурную полемику с ушлепком по имени Филин. Вот вопрос у меня. Филин, это из-за тебя канал мне заблокировали? Твои последователи? Если это так, то ты, ну как бы, ты совсем, ну прям совсем низкопробный чувачок, если ты до такого дошел. Если нет, то я беру свои слова обратно. Но почему-то вот именно после того, как мы с тобой вступили в полемику, мой канал блоканули, наверное, твои рьяные последователи. Ну и насчет канала, чувак, ну блин, как дешево, как мерзопакостно, если это ты. А другого варианта я даже придумать не могу. Может быть, я, конечно, там сильно тебя оскорбил, и твои умные, грамотные хакеры меня взломали. Ну, слушай, сегодня же это так просто. Я создаю новый канал, и бой-то на меня. Вы слышали, дамы и господа? Его взломали хакеры. Он не знает, почему его заблокировали. Он не знает. И сейчас, сейчас я вам докажу, что не только он знает, он знает кто. Ютуб присылает вам уведомления, если кто-то использует ваше видео. Не всегда, конечно. Если кто-то кинул на вас страйк, потому что, чтобы удалили канал, нужно, чтобы на вас кинули три страйка. И они должны пройти. Страйк это когда вы, например, использовали чье-то, чье-то видео, недобросовестно, скажем, вы не спросили у автора. А в Ютубе, конечно, это можно делать, если вы обсуждаете само видео, что было в нем сказано, приводите какие-то аргументы. Это можно делать. Но если вы просто берете чье-то видео, выкладываете, ничего не говорите, то тогда, конечно, вам могут кинуть страйк и закрыть ваш канал. И эти страйки, они приходят. Они вам приходят. Они приходят на почту. Они приходят в виде уведомления уже на сайте Ютуб Студио, где вы выпускаете видео. И это доказал лис, когда на него Бондаренко кинул страйк. И доказал россиянин, когда на него Бондаренко кинул страйк. Бондаренко, тот, который дневник депутата, кинул и мне страйк. Просыпаюсь сегодня утром такой, да? Захожу на почту посмотреть, что там. А там на ваш контент поступила жалоба о нарушении авторских прав. Но вот россиянину, например, повезло меньше, и ему прилетел именно страйк от Бондаренко. И вот, кстати, для тех, кто сомневается в том, что нас закидывает страйками именно Бондаренко и именно с канала Дневник депутата. Пожалуйста, имя правообладателя, Дневник депутата. Ваше полное имя, бла-бла-бла, Николай Бондаренко. Это именно он, вот этот мелкий злобный хорек, который себя называет депутатом. Так что Игорь знает, кто кинул на него страйк. И он знает, почему на него кинули страйк. Но в этом видео он говорит, что это может быть хакеры. Это, наверное, я, это, наверное, вы. Он не знает, кто это за человек, что это за человек. И вы знаете, что если бы я не следил вот за ним, да, и вовремя не записал видео, где я проверяю, кто его, кто на него кинул страйк, то, может быть, я даже бы не узнал, кто. Потому что сначала YouTube удаляет и Google удаляет все видео. А Яндекс, он, у него еще держится чуть-чуть, не знаю, сколько времени, но вот видео и канал еще как бы держатся, как ссылка. Они потом удаляют. И, кстати, спасибо Яндексу, ребята, вы реально мне помогли. Я не думал, что у меня получится взять вот эти доказательства и вообще понять, кто это сделал. Ну, во-первых, как я это узнал? Это сделать совершенно несложно. Я просто зашел в Яндекс. Я написал Игорь Портной YouTube и увидел вот его видео. И вижу, что тут заблокировали. Видео невозможно просмотреть. Зашел на его канал. На канале тоже написано. Ну, нету канала, все удалили. Контент удалили. Вопрос, почему? Ну, вот я нажал на видео еще раз. И тут было, тут написано. Дон Комаречка или Комарочка. Вот он именно кинул страйк. И из-за этого Дона заблокировали Игоря. Я этого человека не знаю. Но я узнал, что это за человек. Это фотограф. И этот фотограф, самое интересное, он живет в баре. Баре и Иннесфилл, это вот как соседи. Он около Игоря живет, точнее жил. Я вам объясню. И вся информация про Дона свободна. Вы можете свободно найти этого человека в интернете. Он фотограф, и у него очень классные и красивые фотографии. Вот они правда красивые. У него открытый Facebook, у него открытый YouTube. У него открытый... На сайте вы можете зайти и узнать, кто он такой. Да, он как-то похож слегка на Игоря. Но ладно, мы тут не будем заниматься какой-то конспирологией. Я не знаю, откуда этот человек. Не знаю, если он украинец или русский, или еще кто-то. Но я знаю, что по его постам он патриот Канады. Но он, даже он сам недавно, из Канады уехал жить в Болгарию. Да-да. И там он как раз пишет, что вот он уехал жить в Болгарию, они купили дом, он там счастлив. Наконец-таки он может начать жить спокойную жизнь. Они машину купили, он будет фотографии выкладывать. Он реально хороший фотограф. Но если посмотреть его твиттер, и вот пролистать, и вот смотреть, и смотреть, на это потратить времени, вы можете узнать, что оказывается он очень сильно борется за свои авторские права. Особенно из одной фотографии. Очень красивая фотография канадского флага, которую он сам сделал. И он, любой человек, который выкладывает видео именно с этой фотографии, он на него кидает страйки. В фейсбуке, в ютубе оказывается. И что Игорь сделал? Я даже не знал, что за фотографию могут кинуть страйк. Что Игорь сделал? Он взял эту фотографию и использовал ее как обложку на его видео про меня. Ну или про Канаду. И, видимо, он не спросил у Дона Комаречко, если он может это сделать или нет. А Дон Комаречко реально следит за этим. Зайдите к нему в твиттер, вы все увидите. Но Игорь тут же, он говорил, он не знает, кто это сделал. Он говорит, что это я или мои подписчики. Ну и насчет канала, чувак, ну блин, как дешево, как мерзопакостно, если это ты. Другого варианта я даже придумать не могу. Может быть, я, конечно, там сильно тебя оскорбил и твои умные, грамотные хакеры меня взломали. Ну, слушай. И вот тут он как раз врет. Он знает, кто это сделал. Потому что ему пришли все уведомления. Я уверен в этом. И он знает, кто это сделал, потому что он сам использовал эту фотографию. Но все равно он говорит, что это моя вина или ваша вина. Или хакеры взломали его канал. Я думаю, тут самые уже такие ярые любители Игоря Портнова, как бы вы должны уже понять, что этому человеку вообще доверять нельзя. Никак. Потому что он врет и не краснеет. Конкретно. Реально. Врет и не краснеет. Ну, теперь мы узнали. Мы узнали, кто заблокировал, почему заблокировал. Когда это было, по-моему, неделю назад. Но я знаю Игорь. Я понимаю. Его видео затерялись. Больше нельзя найти тех видео, где он просто несет какую-то непонятную чушь. Ну, так я их сохранил, дамы и господа. Они у меня есть. И я вам сегодня хочу показать вот эти шедевры, которые выпускал Игорь. Чтобы вы понимали, какая была потеря в Ютубе. Какого масштаба. Окей, let's go. Я вот решил самоизолироваться и сделал. И вообще, мне даже очень интересно представить себе, а что еще я сделаю сам добровольно. Добровольно ты будешь выкладывать вот такие вот подобные видео. Приносить нашему миру такой великолепный, красивый и классный контент. И потом добровольно ты используешь чужую картинку, за которую добровольно твой Ютуб-канал закроют. Россия и Канада, которые по территории практически одинаковы. Россия и Канада, которые по территории практически одинаковы. Теперь решил, что все-таки надо же рассказывать о Канаде правду. Молодец. Человек, который говорит, что я не умный, я ушлепок. Обзывает меня как хочет, в принципе. Говорит, что Россия и Канада одного размера. Примерно. Давайте забудем про тот факт, что Россия почти что в два раза больше по площади, чем Канада. Да давайте на секундочку забудем об этом. Но это же так легко проверить. Просто заходишь в YouTube, в Google и вбиваете. Площадь России и потом площадь Канады. И вы узнаете, что Россия почти что в два раза больше. Человек, которому уже почти что вроде бы 60 лет, который жил 30 лет в Канаде и в СССР, ну он должен знать такую просто базовую информацию. Но оказывается он не знает. Теперь решил, что все-таки надо же рассказывать о Канаде правду. Это хорошая традиция канадская. Поздравляют девушку Эму с шестилетием. Молодец. Такой традиции в Канаде нет. Это просто люди взяли и хотели поздравить свою дочь. Показать всем, что у нее день рождения. Все. Это не традиция Канады. Вы нигде не найдете в интернете подтверждение, что такая традиция существует. У них есть свои интересные традиции. Но это не традиция Канады. Молодец. А теперь хотите увидеть, как в одном и том же видео человек может сначала позитивно говорить про одну вещь и потом отрицательно говорить про ту же самую вещь. В одном видео человек прыгает с одной позиции на другую. В тот самый страшный долг, о котором вы так все много говорите, что Канада страшно закредитованная страна. Ну да, есть такое дело. Кредиты у всех. Почему нет? Если есть такая возможность брать кредиты под очень выгодный процент, почему не брать? Зачем вываливать кеш и огромные деньги? Могу, наверное, похвастаться, не похвастаться. Не знаю, ипотеку я свою выплатил. На мне это не висит. Никому я ничего не должен. Да и не люблю я долги. Стараюсь их отдавать сразу. И без разницы кому, близким друзьям или правительству, я никому ничего не должен. Поэтому живу в своем удовольствии. Молодец. Дамы и господа, теперь вот напишите комментарий. Может быть, я не прав. Может быть, мне послышалось что-то. Но вроде бы, как он сначала говорил в этом же видео, он сначала говорил, что ипотека и кредиты, все это хорошо, почему бы и нет. А потом он говорил, ну как бы, они ему не нравятся, и хорошо, что он выплатил, и сейчас он может жить там своей жизнью. Это в одном видео. Вот напишите, пожалуйста, комментарий вот про это. Может быть, я не прав, но мне кажется, это уже клиника, это уже палата номер 6, я так предполагаю. Теперь решил, что все-таки надо же рассказывать о Канаде правду. Здесь, в Канаде, нет людей, у которых нет страховки на жизнь. Застрахованы абсолютно все. Молодец. Интересно, он когда-то вообще будет о Канаде рассказывать правду? Я знаю, какие колоссальные бабки крутятся в Москве. И на эти бабки можно накормить абсолютно всю Россию. Всю абсолютно. Каждому человеку в России можно дать минимум по 200 тысяч долларов. И при этом остаться еще очень небедным. Дамы и господа, я думаю, вы знаете, что такое калькулятор. Я не знаю, если Игорь знает, что такое калькулятор, но тут он сказал, что 200 тысяч долларов на каждого россиянина. В России 146 плюс-минус миллионов людей. Получается, что он утверждает, что в Москве 29 триллионов долларов. Только в Москве. Хотя вообще все богатство России около трех триллионов долларов. Включая Москву. Три триллиона. Игорь говорит, что только в Москве больше денег, чем ВВП США. Чем ВВП Китая. Он говорит, что в Москве больше денег, чем ВВП Евросоюза, если вы умножите ВВП Евросоюза на два раза. Молодец. И я тупой. Здесь для взрослых ребят. Качаться. Качаться. А вот как это будет выглядеть. А, так они уже ее... А, нет. Полностью закончат только в 22-м году. Вот у нас много детских площадок. Некоторые из них довольно-таки долго достраивают. Ну, это же Россия. А вот Канада, Иннессфилл, это более богатый район Канады. Если по Канаде средняя стоимость дома стоит, ну, около 700 тысяч. 700 тысяч, там, 13 долларов, кажется. 713 тысяч долларов. А в Иннессфилле это 951 тысяча. Средняя стоимость. Вы понимаете? То есть, в богатом районе, в Канаде, Канада это же самая лучшая страна во всей вселенной, правильно? Якобы. Там площадку будет строить целый год, потому что это видео, которое он выпустил, оно вышло в октябре 21-го года. Или там сентябрь 21-го года. А тут написано октябрь 22-го. Вот эту маленькую площадку будет целый год строить. Я комментировать больше не буду. Я оставлю это вам. Дамы и господа, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, главное, что делают. Ну, если это Канада, конечно, главное, что делают. Если Канада, главное, что делают. А если Россия... Теперь решил, что все-таки надо же рассказывать о Канаде правду. В Канаде очень жесткие правила по поводу сохранения природы. Поэтому не дают копать ресурсы. Не добывают. Поэтому не дают копать ресурсы. Не добывают. Молодец. Канада добывает свои ресурсы. И она продает свои ресурсы. Ну, этот человек живет 30 лет в Канаде, пытается всему миру доказывать, какая это страна, не зная ничего от слова совсем про ту страну, где он живет. Ну, ладно, не знать ничего про свою страну или про страну, где ты раньше жил. Но не знать, что нельзя кормить кошек и собак шоколадом... Шоколадка Кит-Кет. Недаром она так называется. Как вкусно. Шурик. Вкусно тебе, да? Ну, ты же взрослый уже мужик, а? 15 лет почти. А все по сладостям и конфетостям. Ну, это уже какой-то совершенно новый уровень. И потом еще выкладывать видео ради лайков. Этот человек травит своего собственного кота ради лайков и просмотров. Молодец. Мне нечего добавить. Для тупой птицы Филин, повторяю, 2021 года объявить в Красноярске режим черного неба. И покажи мне, и найди ссылочку на канадские города, где режим черного неба. Молодец. Есть люди, убежденные в правоте своих слов, а есть ублюдки. Неприятные и межзапакостные. Вот этот парень относится к такому разряду. Человек, у которого стоит статуэтка с Сталином дома, для меня это негодяй. Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд. Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. И портрет Сталина убери, не позорься. Вернее, статуэтку. Позорище. Историю надо помнить. Позорник ты. А насчет истории, то, конечно, были люди, которых нельзя было репрессировать. Но это не значит, что всех невинных посадили или расстреляли. И бельгийцы тогда, кстати, или голландцы в то время очень жестоко относились к африканцам. И американцы сажали японцев в концлагеря. И потом у этих японцев просто пропадали дома, пропадали предприятия. Вы понимаете, что тот век был ужасный по многим стандартам. Но именно Иосиф Вассарионович был тогда в главе СССР, когда мы сражались за выживание. Когда наши деды и бабушки, прабабушки, прадедушки сражались за выживание. А этот человек вот так к этому относится. Молодец. А эта статуэтка... Это статуэтка Жукова, а не Сталина. Это маршал Жуков. Не Сталин. Жуков. Портрет Сталина. Вот он. А это маршал Жуков. Если что. Итак, дамы и господа, спасибо большое, что вы остались до самого конца. С вами был Станислав. Я, наверное, еще на пару недель уйду и отдохну, потому что все-таки хочется. Но потом скоро вернусь с новым контентом. Спасибо вам огромное. Всем пока. Плохо выглядишь, я тебе уже это говорил. Эти мешки твои под глазами, синие, вернее, круги и толстые. Похудеть тебе нам. Я забыл добавить, я лучше буду выглядеть уставшим, с синяками под глазами и чуть-чуть толстеньким, чем выглядеть как 60-летний трансвестит, которому 30 лет назад сделали очень плохую пластическую операцию. Ладно, все, пока, прощай. Я всегда знаю, что ты дорбо... Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok